Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Есть хорошие новости, что бывает нечасто. Сейчас 25 апреля 2022-го, и сегодня Илон Маск купил Твиттер. Твиттер будет в одних частных руках, и Илон Маск будет решать, что позволительно на этой платформе. Почему же это важно? Не потому, что это означает внезапный возврат олигархии, как вы уже слышали, уже слишком поздно, олигархия уже здесь. Каждый техгигант уже контролируется миллиардерами, и это происходит уже не первый день, так что в этом нет ничего нового. Причина, по которой продажа Твиттера такая важная новость, причина, по которой это может стать поворотным моментом в современной истории, в том, что Илон Маск не согласен с остальными миллиардерами в техбизнесе. В отличие от глав Фейсбук, Гугл, Эппл, Амазон, Илон Маск верит в свободу слова. Он считает, что можно говорить всем, включая людей, не согласных с ним. Я надеюсь, что даже мои критики останутся в Твиттере, написал сегодня Маск на своей новой платформе, потому что это и есть свобода слова. Это звучит как полностью американское отношение, но в нынешней атмосфере это революционный слоган. Из пяти компаний, контролирующих поток практически всей информации, потребляемой гражданами этой страны, Твиттер — самая маленькая из них. Но это не важно. Одна платформа, идущая против, достаточно, чтобы разрушить монополию. Это значит, что у вас есть реальная возможность для самовыражения. Более того, если вы не согласны с последними указами администрации, вы теперь можете это сказать вслух перед всеми. И вот они, каждый день на подиуме, самые большие мегафоны в мире, приказывают вам ненавидеть ту или иную группу, учат вас тому, кто хороший, кто плохой. Словно вы дети, у которых нет права решать самим для себя эти вопросы, основные вопросы. Но до сегодняшнего дня у вас не было права выражать свое несогласие публично. Если у вас оппозиционное мнение, или что гораздо опаснее, оппонирующий факт, который подрывает их нарратив, тех гиганты вас незамедлительно затыкали. Это происходило и с нами, это происходило со многими людьми, о большинстве вы даже не слышали. Ничего не услышать об этих людях, и было целью их бана. Но это закончилось. С сегодняшнего дня у вас есть возможность выразить свое несогласие вместе, где у других людей будет шанс его увидеть. Другими словами, у вас будет шанс менять мнение других людей. Так же, как Белый дом это делает каждый день. Так что вы становитесь немного сильнее, а люди, которые уже у руля, становятся немного слабее. Все настолько просто и настолько важно. Конечно, это может измениться. Возможно, в какой-то момент Илон Маск может решить, что он не хочет несогласных мнений на Твиттере. Это может произойти. Маск может делать, что захочет. Как Джефф Безос и Марк Цукерберг могут делать, что хотят. И обычно делают. Это цена для нас, живущих в политической системе, которая не работает настолько, что даже не может гарантировать основные свободы, обещанные своим гражданам. И свобода слова первая в списке. Почему? Потому что демократия зависит от свободы слова. И ирония в том, что если вы хотите спасти демократию, то вам нужно искать вне демократической системы для этого. В данный момент у вас нет другого выбора, как возлагать свои надежды и намерения на эксцентричного миллиардера. Других вариантов нет, так как больше никто не придет, чтобы спасти вас. Так что в случае с Илоном Маском мы посмотрим, к чему это приведет. Но на данный момент покупка Маском Твиттера — это самое большое политическое событие со времен выборов Дональда Трампа в 2016-м. И уж, конечно, самый жесткий вызов коррумпированному и некомпетентному руководству этой страны. И это, возможно, еще не всем очевидно. Но люди у руля уж точно это понимают. Вот кадры руководства Твиттера в Сан-Франциско, где сделка с Маском была анонсирована. Извините, не та запись. Но идея та же самая. То, что вы увидели, было коллективным отчаянием людей, которые думали, что будут во власти, которые абсолютно верили, что будут править без ограничений. Вы видите, как эти люди узнают, что вообще-то другие люди тоже будут говорить. И это осознание раздавило их. Это то, чего они боятся. Это говорит вам все о том, почему эти люди не должны быть во главе. Люди, которые хотят монополизировать слово и мысль, ненавидят Илона Маска. Не потому, что он расист. Это не так. Но потому, что они не могут контролировать его. Они ненавидят его, так как он продолжает говорить такие вещи. Зачем было делать предложение? Ну, я считаю важным, чтобы была инклюзивная арена для свободы слова. У меня есть сильное интуитивное ощущение, что иметь общественную платформу, которой доверяют, и которая широко инклюзивна, предельно важна для будущего цивилизации. Вы описали себя. Мне вообще не важна экономика. Итак, свобода слова предельно важна для цивилизации. Вас это задевает? Часто трудно понять, кто на чьей стороне. Столько лжи. Кто хорошие парни, а кто плохие? Вот простой, ясный и безошибочный критерий. Кто тиран? Любой, которого беспокоит идея, что другие люди имеют возможность говорить. Это безошибочный критерий. Он точен на 100%. Позволите ли вы несогласным с вами говорить? Если нет, то вы тиран. И сегодня тираны в печали. В Конгрессе демократы сделали последнюю попытку использовать свою власть, чтобы заставить Илона Маска отступить. Конгрессмен Кадрин Кларк из Коннектикута написала, цитата, «Если они могут позволить себе купить Твиттер, то они могут и налоги по-честному платить. Ретвит, если поддерживаете минимальный налог на доходы миллиардеров от Джо Байдена. Восклицательный знак». Что забавно, разве Нэшнел Ревью не выпустил недавно несколько статей, говорящих, что неправильно, что Рон Де Сантис использует свою власть во Флориде, чтобы наказать компанию. Что же они не обеспокоены этим? Внезапно демократы не призывают к повышению налогов для больших компаний, которые спонсируют их компании. Почему? Потому что это может заставить их не спонсировать их компании. Конгрессмен Бонни Роцман Колман написал, «Если можешь купить основную соцсеть, то можешь и налоги по-честному платить. Налоги на богатых». Давно этого не слышали от левых. Почему они в таком бешенстве? Потому что их монополия на речь и информацию, возможность контролировать ваши убеждения, была уничтожена. Так что еще раз, это все, чтобы заставить вас заткнуться. Это не атака на Илона Маска. Они не собираются налогами сделать его нищим. Он богатейший человек в мире. Это атака на вас и ваше право свободно говорить, выражать публично свои мысли. И впервые это не сработало. И СМИ в бешенстве. В самой своей сути они боятся свободного интернета. Они паникуют. Смотрите. Илон Маск — новый игрок среди гигантов соцсетей. И он прокладывает дорогу для интернет-троллей. Это не очевидно, но если Илон Маск скажет, по сути, «Я хочу купить Твиттер, так что я могу превратить его в Гэб и дать Дональду Трампу вернуться», так что есть реальные последствия от позволения кому угодно управлять этими сайтами и говорить, что им заблагорассудится. И Илон Маск — это лиса, пришедшая в курятник. И это постыдно, что Твиттер, у которого есть обязанность защищать, как я считаю, миллионы людей, которые им пользуются, не спросили ни одну женщину. Ни с одной женщиной не посоветовались. Ни один из небелых людей, который пользуется Твиттером, который совершил эту ошибку, который пользуется Твиттером на работе. Итак, Илон Маск — угроза слабым. Говорят, самые привилегированные и могущественные люди в нашем обществе, они действительно на стороне слабых? Нет. Слабые — это те, кому не позволено говорить, что они думают. Это и есть слабые. А то, что вы видели, — это сильные, требующие от слабых, молчания. Все уже вроде как поняли, кроме тех, кто этого требует. Они так заерзали. Вы только что это слышали, как они говорили, что у Твиттера есть ответственность, обязывающая игнорировать своих акционеров, заблокировать сделку и продолжить снижение котировок Твиттера. Это вообще не имеет смысла. А так как он есть, то вы продолжаете смотреть на истерику. И, конечно же, в основе истерики всегда одно и то же обвинение. Он расист! Подождите, пока статья в Нью-Йорк Таймс не расскажет вам, что Илон Маск — расист! Шон Кинг, фейковый блэк-активист в Твиттере, написал, цитата, «То, что Илон Маск хочет купить Твиттер, в своей сути не вопрос левое против правых. Это про власть белых! Этот человек воспитан в апартеиде белыми националистами! Он зол, что Твиттер не позволяет белым националистам оскорблять людей. Это его определение свободы слова. У нас есть фейковый чернокожий, атакующий Илона Маска из-за его родителей? Ну да. Что ж, Маск по пунктам ответил на все это. И еще раз, есть что-то немного унизительное, если вы заботитесь о демократии и все ваши надежды на одного парня. Но еще раз, а какие у нас сейчас варианты? До сих пор Илон Маск говорил правильные вещи, и его сегодняшнее заявление после покупки Твиттера. Он написал, цитата, «Свобода слова — краеугольный камень функционирующей демократии, и Твиттер — цифровая городская площадь, где обсуждаются важные для будущего человечества вещи. Я также хочу сделать Твиттер лучше, чем когда-либо, усиливая его новыми фичами, открывая доступ к алгоритмам, чтобы повысить доверие, уничтожая спамботов и аутентификации всех людей. У Твиттера огромный потенциал, и я собираюсь работать с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его». Конец цитаты. Даже если это наполовину, правда? Каким образом это не улучшает то, что у нас сейчас есть? Где в ходу сомнительные баны, основанные на желаниях политиков, во власти? Властьимущие сокрушают слабых, чтобы сохранить власть. Если вы думаете, что статус-кво лучше, чем это, то вы тиран. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok